Папа, можно я долбару по пингвину? Я его сейчас вытрудачу! Что вы так медленно долбаете? А ну-ка! Вы что не умеете? Сейчас я этого пингвина! Дудух молодой! Гоша, а какая столица Китая? Пекин, ты что, не знаешь? Там же написано на карте. А у Египта какая столица? А это уже Ужанна Владимировна спрашивала. Она, наверное, все изучила перед тем, как в Египет лететь. Каир, столица Египта. А где самая холодная точка на карте? Антарктида или наш ледовый дворец. О, точно, ледовый дворец! Гоша, мы же давно на коньках не катались. Я бы хотел сейчас покататься. Так зима же должен быть. Лед на речке. Точно, а коньки примерить. Вдруг мы уже с них выросли. Гоша, тащи сумку. Да-да, виси по мерям. О, тихо! Помоги же, че посели? А эти чьи такие огромные? А, точно, папина. Соня, иди коньки свои мери. Иду, иду. Ааа, они мне маленькие! Не зря мы взяли по мячу, как будто на коньках пушно катался. Папа, иди сюда, надо срочно ехать за коньками. Папа, папа! Кто звал? Чего тут? Что, конькобежный спорт? Папа, надо срочно ехать за новыми коньками, а то мы собрались на котов, а они на меня маленькие. Не могут они резко стать маленькими. Я специально покупал многоразмерные. Дай посмотрю. О, спасибо. Э, так не честно, чего моих нет? Карманы в сумке, боковые, открой. О, конечно. О, точно. А у вас нога не выросла? Может, тоже увеличивать надо размер, нет? Ну, на полразмера точно надо. О, отлично. Теперь все подходит. Папа, мы решили на каток сходить. На каток? И куда? На озеро. К дяди Диме в гости. На озеро? Вроде заточенные. А ничего, что на улице всего лишь минус два? Ну и то, что на улице минус два. Зима же. Сонечка, ты объясни этим двум малолеткам одинаковым, почему в минус два на озере на коньках нельзя кататься. Во-первых. А во-вторых, давайте заканчивайте примерку. И после того, как вам Соня объяснит, айда ко мне. У меня есть прикольный челлендж на тему коньков и льда. Так что давай, давай, подгребайте. Ну что, все собрались? Да, собрались. И площадка у нас прям лед заливной, да? Опа! Пингвин на льду, челлендж. Ничего себе. Сыгранем-ка? Сыгранем, сыгранем, сыгранем. Коротко о правилах. Ставить кубики льда в основу, поставить ножки в нее, поместить пингвина на кубики в середине и взять молоточки. Потом крутим рулетку и в зависимости от выпадания сектора делаем то, что написано в каждом секторе. Сложного ничего. Помогайте собирать. А где сон пингвин? Тар-дам! Пингвин оставим в любое место, да? Где-то по центру. Чпоньк. Предлагаю разделиться на две команды, так как у нас четное число четверо и четное число молотков. Два штучки. Согласны? Да. На правах взрослого предлагаю мелким выбрать, кто с ними будет играть. Кто с папой, кто с Соней. Чифифо. Самая справедливая штука выбора. Но без колодца, Гоша, понял? Камень, ножницы, бумага. Погнали. Чифифо. 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 Тут просто ножницы в карьере. Правильно, ты выиграл, ты выбираешь, с кем ты будешь в команде. Соня или с папой? Папа. И даже пересаживаться не придется. Гоша со мной. Осталось решить, кто будет первым ходить из команды. Предлагаю решить старшим на Чифифо. Чифифо. Кручу-верчу, запутать хочу. Ну что, по правилам я должен выбить одну белую и одну синюю, да? Надо не быть одинаковкой. И пингвин не упал. Следующий я пропускаю. Гоша, твой ход. Ну-ка, ну-ка, сейчас я помоднее, прицель. Я должен выбить две белых. Берем моноток и выбиваем. Не задень другие. Хух, не упал пингвин на месте. Соня, твоя очередь. Крути-верти. О, две белых и одну синюю надо выбить. Да. Давай, давай. Теперь синяя. Привет. Еще одну белую. Отлично. Папа, твой ход. Две белые. Опять две белых. И снова две белых. Упадет. Ведь самое главное в этой игре, чтобы пингвин не упал. Да-да-да, папа, правильно говоришь. Вот так его, вот так. Молодец. Давай. Давай. Ярослав Сергеевич, ваш ход, приступайте. Папа, можно я долбану по пингвину? Я его сейчас быстро так упал. Что вы так медленно долбаете? А ну-ка. Вы что не умеете? Сейчас я этого пингвина, тот дух молотком. Нет. Федор Сергеевич, в этом-то и фишка, чтобы пингвин стоять остался. Потому что как только он упадет, так ты и проиграл тогда. Ты что? Давай лучше молоток сюда. А я думала, вы не можете этого пингвинчика долбать. Нет, это была бы не проблема. Тут долбателей пингвинов много, но слость было. А я хотела вам помочь, ну ладно. Молодец. Я же из когда молотком. Одно белое. Давай, кажется, в твою очередь. Мой ход. Соня, ну давай быстрее мочи. Молодец. Ну что, моя очередь, да? О, Федор Сергеевич, нам две белых и одну синюю выбить надо. У меня есть злостный план, смотри. Вот эти вот упадут две. А я еще буси не буду выпивать потом. Сейчас это упадет и вот это. И это. Лед становится опасным. Весна наступает. Буси. Ярик, твой ход. Включи. Сейчас это упадет и это. Катыш! Пингвин шевелится. Он живой? О, все. Это не упало. Да. О, поле сейчас рухнет. А ты прочь? Ого! Ай, да я молодец. Ой, ой, ой. Страсти-то накаляются. Так. Ход Софьи Сергеевны. О. Что там? Две белых. Соня, а не подведи нашу команду. Это что было? Еще одну. Берем. Пингвинчик, держись. И надо, и надо, и надо, и надо. Ну что, папа, ты попал. Только бы пропустить ход выпало. Все. Капец, две синих. Ну? Похоже, следующий проиграл. Только переход хода может тебя спасти. Две белых? Да тут и одной хватит. Ха-ха-ха. Ну что, ребята, классный челлендж. Если вам понравилось, ставьте лайки. Много-много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик. И инстаграм. Ссылочка в описании. А еще не забывайте подписываться на пингвинчиков. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok